В конце прошлой недели губернатор Магаданской области Сергей Носов провел заседание регионального правительства, в ходе которого было рассмотрено несколько важных тем. Первым вопросом был анализ обращений колымчан, которые поступили в Центр управления регионом, а также на прямую линию губернатора. С 10 июля по 5 августа специалисты ЦУР зафиксировали 562 сообщения на различных площадках. Из них более 90% уже были решены. В том числе 480 обращений были решены в течение первых суток. За отчетный период на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» поступило 900 обращений. Большая часть 816 сообщений касаются вакцинации от коронавирусной инфекции. Это были вопросы о записи на иммунизацию, а также о получении сертификата вакцинированного или переболевшего. Также на платформу обратной связи обращались с вопросами по теме ЖКХ и благоустройства. Именно в 31 и 29 вопросов соответственно. Если говорить по качеству отработки и скорости обращений через платформу обратной связи, то в лидерах можно выделить Министерство здравоохранения. Все-таки им поступило больше всего вопросов. Минтруд и ГЖИ. Что касается работы с открытыми источниками, это система инцидент-менеджмент, наши с вами социальные сети, то среди региональных органов исполнительной власти по объему и качеству ответов стали Министерство здравоохранения, Министерство природных ресурсов и экологии и Министерство строительства ЖКХ и энергетики. Пятая часть всех обращений в соцсетях и мессенджерах касается вопросов в сфере ЖКХ. Всего 126 сообщений. Особенно часто колымчане жалуются на протечку крыши. По этой теме было зарегистрировано 19 обращений из Магадана, два из Тинькинского городского округа и по одному из Ольского и Средниканского. Также поступают жалобы на отсутствие уборки в подъезде и о плохом качестве воды. Более того, за отчетный период зафиксировано 119 комментариев, связанных с благоустройством дворовых территорий и общественных мест. В сфере здравоохранения колымчан чаще всего волнуют вопросы, связанные с прохождением вакцинации и получением медотвода, записью к врачам. По словам руководителя ЦУР, более 97% вопросов уже решены, однако губернатор региона так не считает. У нас что, значит, если бы так было на самом деле, то у нас не то, что жало. Значит, устали бы складировать благодарность. Мы пишем, что у нас 97,5% решения. Ничего, я не верю в это. И люди не верят. Но когда мы, значит, где-то там по неосторожности подобное заявляем, кроме негатива, и правильно, значит, в соцсетях озлобление, а как, значит, назвать, значит, в соцсетях, к сожалению, это часто происходит. Использует ту лексику, которую не преподают в учреждениях в Журухно. Потому что уже накипело. А мы говорим 97,5%. Затем глава региона Сергей Носов поручил проверить качество подготовки ответов на обращение граждан и проанализировать, насколько жители Магаданской области удовлетворены ответами, которые они получают. Готов ли подвиг к новому учебному году? В здании сделали косметический ремонт, кровлю также реконструировали. Кроме того, по программе энергосбережения, на которую выделили деньги, сотрудники меняют освещение. Также отработана система пожарной безопасности. До сентября специалисты планируют отремонтировать три кабинета для преподавателей за счет помощи меценатов. Все работы выполняются сами, подрядчика не привлекали. Подвиг оборудован медицинским классом и комнатой отдыха. Общее состояние можно признать как хорошее. Конечно, мы для себя сделали определенные выводы, что необходимо здесь уже на следующий год проводить какие-то ремонтные работы. Учебные работы, связанные с интерьером. На протяжении многих лет туалетная комната здесь требует ремонта. Но на сегодняшний день все находится в удовлетворительном состоянии. Некоторые классы, как я уже сказал, в хорошем даже. И, в принципе, учреждение к учебному году готово. Всего в подвиге обучается около 130 курсантов. Ребята участвуют во многих городских конкурсах. Также состязания проводят и внутри организации. Например, мама, папа, я, спортивная семья. В скором времени курсанты представят свои работы на фестиваль «Воздух». Кроме того, ребята занимаются спортом, участвуют в субботниках, посещают экскурсии. Для курсантов Центра Подвиг провели экскурсию в Музей истории и информатики. Организовали встречу в рамках акции «Каникулы с общественным советом». Курсанты познакомились с 3D-печатью, узнали об истории становления компьютерной техники, развития информационных технологий. Конечно, их удивления не было предела, когда они видели, как мы их называем, доисторические модели действующих компьютеров, от самых первых до самых современных, сотовых телефонов и многой другой техники. Познакомились с 3D-печатью, осмотрели макет нашего университета, выполненный на 3D-печать, получили небольшие сувениры. Я думаю, им понравилось. Субтитры создавал DimaTorzok Мэрия Магадана уже в шестой раз проводит конкурс «Северное соцветие». Его цель – приобщить жителей областного центра к озеленению города. С каждым годом конкурсанты все больше тренируют свои навыки ландшафтного дизайна. Магаданцы даже привозят растения из других регионов. Многие из них хорошо приживаются, например, акация, пионы. Кроме того, высаживают и деревья. В одном из дворов растет яблоня. В «Северном соцветии» участвуют не только жители города, но и организации. Членов жюри не перестают удивлять. «Количество заявок в этом году было 24. В прошлом году было количество заявок 27. Но это не значит, что каким-то образом конкурс стал отличаться от конкурса прошлых лет. Наоборот, участники нас постоянно чем-то удивляют. В этом году, например, мы очень сильно удивились, когда одна участница расписала картины в собственном подъезде, украсила свою придворовую территорию вот этими чудесными картинами. Каждый раз, каждый год нас чем-то удивляют наши участники». Редактор субтитров А.Семкин Магаданцы для украшения своего двора используют не только цветы, но и разные декоративные материалы. Кормушки для птиц, скамейки, светильники, природный камень. Как отмечают члены жюри, чаще всего выращивают петунии, бархатцы, лилии. С 30 августа по 29 октября специалисты определят и наградят победителей «Северного соцветия-2021». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На скорости 60 км в час, даже на сухой дороге, расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки – около 60 метров. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее перед пешеходным переходом. Внимание! Тормози заранее!